Всем привет дорогие друзья! Джастин Геджи отправляет сообщение критикам. Звучит оно следующим образом. Есть метод моего безумия. Как все началось после победы над Майклом Джонсоном? После этого боя Геджи потерпел два жестких поражения нокаутами от Дастина Пария и Эдди Альвареса. Это вызвало у людей множество вопросов о том, сможет ли Джастин справиться с лучшими бойцами UFC. А ведь и правда. И он оправдал надежды. После этих двух поражений Геджи выиграл четыре боя. Все техническим нокаутом. Джастин Геджи рассказал, как он переключился с поражения на победу в недавнем интервью Айрону Бронстеттеру. Говорит, я всегда должен помнить, насколько прессинг это опасно. Как бы мне это не нравилось. А это все еще опасно. Мне нужно защитить себя от самого себя, потому что я очень люблю эти острые ощущения. Если вы посмотрите назад, насколько хаотичными были действия, то в этом безумии все еще был метод. Хотя для неподготовленного глаза это выглядело не так, заявил Геджи. Фанаты ММА всегда знали Джастина как дикого бойца. Человека, который выкладывается на все 100% в каждом бою. Новый подход к поединкам. Свежий подход, который он применяет, позволил Джастину устраивать зрелищные бои. И, что самое главное, обеспечивать себе победы. Теперь Джастин стремится реализовать свою заветную мечту, встретившись с Хабибом Орлом Нурмагомедовым. Отобрать у него пояс в легком весе. Получится ли? Дана Уайт обратился к менеджеру Хабиба. Быть богатым – это хорошо. С такими словами Дана подшучивает над Абдалязизом. Все в курсе о ситуации с РДА, после которой Махачев остался без соперника. Чтобы хоть как-то исправить это, Абдалязиз предложил Тони Фергюсон большие деньги за выход на замену РДА. Если быть точным – 200 тысяч долларов. Дана Уайт не оставил это без внимания. Конечно же, он говорит. Интересно. Эй, Али, может поднять зарплату каждому, если захочет? Мне это нравится. Хорошо быть богатым – это деньги Хабиба. Затем Дана Уайт сказал, что UFC не допустит этого и что он смеется над ситуацией. Несмотря на попытки менеджера спасти бой, ничего не получилось. С другой стороны, Махачев надеется получить другой бой в ближайшее время и выступить уже на одном из ближайших турниров. На данный момент Махачев вылетел на бой в США и ждет, пока Дана скажет, кто будет его следующим соперником. Ну и логично будет завершить выпуск словами Хабиба, который не скрывает переживаний по поводу своих братьев. Орел встретился с представителями СМИ ММА перед боем. Хабиб рассказал о трудностях проведения тренировочного лагеря в условиях пандемии коронавируса. Когда его спросили о тренировочном лагере, Хабиб ответил. Когда UFC попросили меня драться в Абу-Даби, мы приняли решение с Хабьером Мендесом. Я собираюсь провести половину тренировочного лагеря в Дагестане и за 45 дней до боя мы переедем в Дубай. Все это время братья Хабиба были рядом. Хабиба спросили, влияют ли на него проблемы и пытается ли он как-то не акцентировать особо внимание на том, что братья выбыли. Хабиб говорит, Дальше будет успех. Так что Хабиб предсказывает своему товарищу по команде и другу светлое будущее и советует ему оставаться сосредоточенным и готовым. Спасибо за просмотр. Следим за подготовкой ребят к турниру. Видно, что и Хабиб и Джастин сконцентрированы предельно, а значит покажут лучшие свои выступления. Мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok